Если ты очень часто появляешься на экране, то ты можешь надоесть. Да, это действительно так. Это правда, но он не надоел. Игорь Кириллов – это родина. Больше, чем просто мужчина с красивым голосом, который долгие годы давал официальную картину дня. Здравствуйте, товарищи. Постановление Центрального комитета КПСС. Из-за пандемии похороны знаменитого диктора прошли в закрытом режиме. С Кирилловым смогли проститься только близкие и друзья. Но возле гроба не было ни сына, ни дочери, ни внуков. У меня перед глазами портрет, который несли впереди кортежа. Как будто каждого рассмотрел. Как будто каждого, кто пришел. Первый раз в эфир Игорь Кириллов вышел 27 сентября 1957 года. И всегда отмечал этот день как второй день рождения. Глаза такие, волосы, еще много было волос, они еще больше стали. Понимаете? Ну, что-то такое провякал. Он пришел на телевидение после двух лет работы в театре. Мечтал стать режиссером. А ему предложили пройти конкурс дикторов. До этого в эфире работали только женщины. Через два часа парень оказался в студии. А через несколько дней уже начал сообщать о самых важных событиях в жизни Советского Союза. В Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли. Советские дикторы были популярны, как космонавты. Получали большие деньги. Это были настоящие звезды. Я вот дослужился, так сказать, до высшей категории диктора. У меня оклад был 350 рублей. При том окладе, который был, средний 150, да. А Кириллов получал больше всех. У него были хорошая дача и квартира на Смоленской площади. Он убедительно рекламировал новый «Запорожец». Не правда ли? Красивая машина. Мне, как автолюбителю, признаться, эта машина очень и очень нравится. Но сам диктор номер один ездил на «Волге», с оленем на капоте и даже на «Мерседесах». Он часто менял машины. Он говорит, я вот год поезжу и меняю. Но платой за славу и «Мерседесы» было ежедневное напряжение, выдержать которое могут только необыкновенные люди. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер, дорогие товарищи. Первые советские дикторы работали исключительно в прямом эфире. Никаких телесуфлеров. На столе папка с текстами. И их мучил сон. Открываешь, а в папке пусто. То есть, понимаете, вот эти выпуски, это страшно. Когда ты выходишь, и у тебя ни текста нет, ничего. А уже шапка программы «Время» идет, да, уже свиридовская музыка пошла, все. А у нас ничего нет. Эпизод в фильме «Зависть богов», где редактор ползет под столом, чтобы передать диктору последнюю информацию, вовсе не выдумка сценариста. Ну, просто иногда на разрыв аорты, в прединфарктном состоянии. Вот такое было. Не доносили тексты. Ты заканчиваешь читать страницу, а текста не принесли. Кириллов более 20 лет вел программу «Время». И его считали настоящим фокусником. Дикторы такого уровня умели произносить текст, уже читая следующий текст. 30-е годовщина окончания Второй мировой войны, говорится в обращении, годовщина особенная. Мы отмечаем ее в новой, более благоприятной обстановке. Эта работа требовала нереальной выдержки. 1 сентября 1983 года южнокорейский «Боинг» отклонился от курса на полтысячи километров и залетел на территорию Советского Союза. И был сбит советским истребителем. Погибли 269 человек. Но Кириллов сообщил лишь о неустановленном лайнере, летевшем с неясными целями, и ничего не сказал о жертвах. И чтобы всегда сохранять спокойствие, он очень много курил. И до, и сразу после эфира, и на работе, и дома он жил в клубах дыма. Ситуации страшные были просто. Я говорю, тут нервы, нервы, нервы. 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. Только 3 мая ТАСС позволил сообщить об этом народу. Из-за молчания Кириллов снова расплачивался здоровьем. Я видела, у него и давление поднималось, когда вот такие были сложные выпуски, длинные программы «Время». Было очень тяжело. Москва, 2 ноября 2021 года. Игоря Кириллова хоронили на Новодевичьем кладбище, самым главным и престижном по гости России. Проститься с ним пришло множество коллег. И многие говорили о том, какой трудный путь прошел этот, казавшийся всем непотопляемым и благополучным человек. Гибель сына и дочь в другой стране, и уход первой жены, и разгон нашего дикторского отдела. Знаменитая ученица Кириллова в тот день пролила очень много слез. Она очень любила этого человека. Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, но она далеко. Нет внуков. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли и близкие люди. В мир иной знаменитого диктора провожала его вторая жена Татьяна. Она приехала в Москву из Молдавии и работала в продуктовом ларьке недалеко от дома Кириллова. До какой степени одиночества он должен был дойти, чтобы подойти в ларьке к женщине, к незнакомой совершенно, и попросить ее сварить макароны. Я когда вот об этом думаю, у меня просто вот сразу комок в горле, потому что это, наверное, было очень страшное время в его жизни. К утру 10 сентября Татьяна вызвала скорую помощь. Ей было страшно. У Кириллова настолько сильно болели ноги, что он беспрерывно кричал и периодически терял сознание. Знаменитого диктора отвезли в больницу. И врачи обнаружили у него тромб в артерии и подколенную аневризму, которая могла разорваться в любую минуту. Артериальный тромбоз развивается достаточно быстро. Он может развиться в течение нескольких часов и привести к сильнейшему болевому синдрому в ноге. О том, что он в больнице, никто не знал. Жена это скрывала. 14 сентября Кириллов отметил свой 89-й день рождения. Но почти никто из коллег не смог до него дозвониться. Я как-то насторожилась, у меня какое-то такое чутье сразу в ней, интуиция, что-то случилось. Но не может быть так. Татьяна ответила лишь на звонок Анны Шатиловой и говорила с ней бодрым, веселым голосом. Я говорю, Танечка, как, где он? Она говорит, вон, вон голос подает. Но я не знала, что он уже, оказывается, был в больнице, и оттуда он голос свой подал. Но смертельный процесс в ноге развивался стремительно, и врачам пришлось ампутировать ногу Кириллова. И если смотреть мировую статистику, то среди вот такой категории пациентов в течение года при адекватном лечении умирает 50% после ампутации перенесенной, умирает 50% пациентов. Но на удивление Кириллов начал ходить на костылях и уже готовился к выписке. Никакой депрессии и страха, никакого отчаяния. Он боец, он очень держался. Он всегда был оптимистичен. Боролся и держался за эту жизнь до последнего, давая не только себе, но и всем нам надежду. Кстати, это довольно занятная история. И началась она не совсем обычно. Я вам сейчас о ней расскажу. Советские люди искренне полагали, что Кириллов женат на Анне Шиловой. Они были бесподобной парой. Сегодня в этом зале вместе с нами, любителями песни, композиторы и поэты, те, кому песни обязаны своим рождением. И когда меня спрашивали, они же муж и жена, я говорю, нет, они просто коллеги. И тот, кто спрашивал, нет, нет, они муж и жена. Но женат был Кириллов на женщине другой. Ее звали Ирина. Они появились на свет в одном роддоме и познакомились в песочнице, жили рядом. Женился Кириллов в 22. Он был настолько внимательный. Вот он ее оберегал просто от каждого дуновения и ветерка. Знаете, вот он ее боготворил. Боготворил. Ирина закончила консерваторию и работала в Останкино звукорежиссером. Руководители советского телевидения не любили разводить семейственность. Но эту пару уважали и ничего против не имели. Когда очень серьезные трансляции, звукорежиссером была Ирина Кириллова. Понимаете? Кириллов честно признавался, что дома ведет себя как подкаблучник. Как Ирина скажет, так все и будет. Ирина прекрасно знала кухню телевидения и то, почему ее супруг должен быть на работе и днем, и ночью. Мы вообще никогда не отпускали в отпуск. Это просто круглосуточная работа. На 9 мая прийти 1 января эфир программы «Время». Строители западного участка БАМ достигли плановой отметки нынешнего года – 195-го километра. Оба раза, когда жена рожала, Кириллов был в эфире. И только по окончании выпуска мчался с цветами в роддом. Жена подарила ему дочь Аню и сына Севу. Он всегда на виду и в окружении дам. Вот у него было столько возможностей, скажем так, и полное доверие жены. Ни одной сцены ревности, ни одного лишнего вопроса. Полное доверие. Хотя другая могла бы сойти с ума. Ведь Кириллов был не только главным диктором страны. Он еще руководил дикторским отделом. А значит, отбирал в него самых красивых и обаятельных женщин. А потом они сражались за его одобрение и продвижение по службе. Все время ходили сплетни. И кто? Кто? Кто фаворит? Почему это два раза показали? А это только один. Секретарем парторганизации на Центральном телевидении была диктор Галина Зименкова. И ей приходилось часто обсуждать с Кирилловым разные рабочие вопросы, что породило слухи об их романе. Что они там делали два часа? Наверное, вообще какие-то отношения. Он меня так и стал звать. Ну что, любовница, зайдите в кабинет, будем беседовать. Москва, 2 ноября 2021 года. Если бы не ковид, то людей на похороны Игоря Кириллова пришло гораздо больше. Прощались с эпохой, с символом огромной державы. Слушая его голос и смотря картинку с ним, я уверен, что это не то, что высокий профессионализм. Это даже не талант, это дар Господень. Потому что такие люди встречаются очень и очень нередко. Игорь Кириллов рассказывал об успехах Советского Союза, поздравлял страну с Новым Годом и вел самые важные концерты. Заключительный вечер третьего всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 73» открыт. сообщал о смерти генсеков серьезно, но без натужной скорби. 10 марта 1985 года в 19 часов 20 минут после тяжелой болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Константин Устинович Черненко. Не дай бог не ошибиться, а просто оговориться, как случилось с одним из коллег Кириллова. Сказал не юных ленинцев, а юных ленивцев. Все, карьера этого диктора была закончена за 5 минут. Диктор Виктор Ткаченко очень любил рассказывать анекдоты голосом Брежнева и тоже был уволен. «Делал это совершенно гениально, просто вот в ноль, что называется. Все смеялись, все радовались, а кто-то из друзей просто вот, что называется, заложил его, понимаете?» Свою единственную ошибку Кириллов не мог забыть до конца своих дней. В тот роковой день Кириллов должен был зачитать два доклада генсека и министра обороны. Обычно телетайп печатал один документ и только потом другой. Но случился сбой. В эфирную папку редактор положил Кириллову адскую кашу из двух разных документов. И главный диктор страны прочел ее с невозмутимым видом. Часть прошла Андропова, к ней приклеилась часть министра обороны, и потом опять пошел Андропов. После этого главный редактор программы «Время» Виктор Любовцев получил партийное отыскание и был снят с должности. Кириллов отделался выговором. Его очень любил Леонид Ильич. Он поправлял речь Брежнева, скорее помогал ему закончить мысль, то есть формировал мысль. И Леонид Ильич с ним соглашался. Однажды 10 дикторов центрального телевидения получили государственную премию. 40% из нее дали Кириллову. Но ни копейки от нее в итоге ни у кого не осталось. Надо было проставиться. Все эти люди собрались, заказали банкет в гостинице «Украина». На этот банкет пришло, наверное, все останки, ну, понимаете, несколько сотен человек. Поднесли счет. Пришлось доплачивать своими деньгами, не только теми, которые им выдали. Не удалось попользоваться государственной премией. Когда советских дикторов стали приглашать в Японию, чтобы они вели на местном телевидении учебные программы о русском языке, эта работа оплачивалась валютой. Оттуда наши дамы привозили и технику, и, ну, украшения себе, естественно, там жемчуга много. И машины привозили. Но внутри коллектива кипели интриги, процветали анонимки. Ведь вести концерты в Кремлевском дворце съездов или поехать за границу хотели все. Когда я в Японию я должна была улетать, загранкадры меня вызвали как раз. Последние там билеты нужно было забрать. И мне один человек говорит, ну, говорит, у вас письмо показал. Понимаете, значит, кто-то написал какую-нибудь гадость. Наш отдел, да, его даже, например, оператор называли банка с пауками. Но вот Кириллов всегда был над схваткой. Он был главным в банке с пауками. Но вся эта возня никогда его не касалась. Он был очень и очень человечным. Он как бы опекал всех. Он как бы брал на себя ответственность. Вот это удивительное качество. За всех. Но однажды ему пришлось поступить против совести. И обидеть любимую и уважаемую коллегу. У Игоря Леонидовича это было безвыходное положение. На него давили. На него давили. Он был вынужден избавиться от мамы. Нина Кондратова появилась на голубых экранах в 50-м году. И очень нравилась жителям Советского Союза. У нее была лишь одна конкурентка. Валентина Леонтьева. Кто сегодня ведет? Ниночка или Валечка? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Но в 65-м году во время съемок на ВДНХ Кондратову ударила рогом испугавшаяся камера корова. И звездная телеведущая лишилась глаза. Друзья Кондратовой договорились с врачами в Германии об изготовлении хорошего протеза. Но начальство посчитало, что это блажь. Сергей Георгиевич Лапин ее не пустил в Германию. Он сказал, нечего шляться по заграницам, у нас прекрасные врачи. Кондратова работала еще несколько лет со стеклянным, некрасивым глазом. Очень из-за этого страдала. А потом набрали силу ее талантливые ученицы. И Кириллов принял тяжелое для себя решение отправить Кондратову на пенсию. Она мне спрашивала, скажи, а вот если я не буду ничего есть, я умру? Я говорю, мам, ну что ты говоришь? Ну почему, что? Ну давай, давай что-нибудь придумаем. Лена мне говорит, что мы можем придумать, Лена? Я ничего не хочу. Не хочу. Тебе меня не понять. Жить без работы Кондратова не смогла. Она не видела в этом никакого смысла. Отрезали ее пуповину, связанную с телевидением. Мама всегда говорила, телевидение мое родное, мое любимое телевидение. Она просто умерла. Через полтора года. В 90-м телевидение стало меняться. И дикторский отдел решено было существенно сократить. Оставили только треть сотрудников. Стоило убрать дикторский отдел, стоило нанести вот этот удар по источнику русского языка. Этот удар, как ни странно, абсолютно в этом убежден, был нанесен и потому, что потом привело к развалу СССР. А в 95-м, когда центральное телевидение уже называлось ОРТ и им рулил Борис Березовский, уволили оставшихся говорящих голов. Как стали хамски называть дикторов советской школы. Дикторы остались не только без зарплаты привычной опеки государства. Самым страшным было унижение. Ой, ну это кошмар. Остаться вообще еще в возрасте и без работы, без ничего. У меня там сын был, да, я вот одна осталась вообще. Все были пинком под одно место выброшены на улицу. Прямо скажем. Вот сказали, улица Королева, видишь, вот широкий выход. Вот, пожалуйста, вперед, хоть налево, хоть направо, куда хочешь. Без всякого трудоустройства, без всего. Осталась без работы и любимая партнерша Кириллова Анна Шилова. Новость о сокращении она восприняла с фирменным достоинством. И мало кто знал, что она была всю жизнь инвалидом. У нее была хроническая, тяжелая, практически неизлечимая болезнь очень много лет. Очень много лет. У Шиловой был сын Алексей. Но молодой человек потерял себя в 90-е. Бездельничал, стал выпивать и просто сел на шею своей безработной матери. На телевидении он тоже работал диктором. Но вот так сложилось, что, ну, не пошло у него. Не нашел он себя. Да, выпивал. А кто не пил-то тогда, господи? Журналисты потом писали, что сын был в остром конфликте с мамой и даже бил ее, когда перебирал спиртного. В конце 90-х Анна Шилова заболела раком. Жила она в маленькой квартирке, не хватало денег на лекарства. Ее не стало в 2001-м. На похороны заслуженного диктора пришли только друзья и коллеги. Никого из родственников не было. Хоронили мы ее очень с большой скорбью. И было очень много людей. В последнее вот время я знаю, что Игорь Леонидович очень ее поддерживал и деньгами, и лекарства. И когда уже совсем было плохо, он ее в хороший хоспис устроил. Москва. 2 ноября 2021 года. Игоря Кириллова отпевали в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре. Сегодня прошло прекрасное отпевание в храме. И вот сейчас мы уже едем провожать его туда в последний грудь. Главный диктор страны, который долгие годы говорил о линии партии и принципах советской морали, был человеком верующим. Перед каждым эфиром программы «Время» Кириллов крестился и не боялся скандала или осуждения коллег. Это дом его предков в старообрядческой деревне Мисцево под Орехово Зуевым. Думают, он же коренной москвич, какие старообрядцы, чего выдумывают. Но потом оказалось, что это правда на самом деле. Отец Игоря Кириллова был журналистом, мама работала библиотекарем. И родом оба были из семей старообрядцев. Местные жители до сих пор помнят, как он, будучи в хорошем здравии, он приезжал каждый год на Пасху. Похоронили Кириллова на Новодевичьем кладбище. Это было последним признанием всех его заслуг и последней наградой. Но Кириллов хотел бы упокоиться на Даниловском, которое выглядит гораздо проще. Лишь бы быть рядом с первой супругой. Завещал похоронить себя рядом с ней и с сыном и с сыном рядом. Но вот сказали, что по статусу ему надо быть похороненным на Новодевичьем кладбище. Когда Ирина заболела раком, он сделал все, чтобы спасти любимую женщину и мать его детей. Но самые лучшие врачи оказались бессильны. Они бились, по-моему, до последнего. До последнего. Где они только не лечились, куда он только ее не устраивал. И все. Супруги прожили 50 счастливых лет. Вот только золотую свадьбу отложили из-за болезни Ирины. И так и не сыграли. Кириллов был раздавлен. И он шутил над собой, горько шутил, что он старикашка, что он доживает. После смерти жены Кириллов попросил переехать к нему своячницу, с которой он дружил с самого детства. Речи о романе быть не могло. Кириллову просто нужна была рядом живая душа. Наталья была очень больным человеком. И он выполнял непростую работу сиделки. Ухаживал за ней пять лет. Он вышел с тележечкой, наполненной не просто мусорными пакетами, а в них были, извините, памперсы. И он выбрасывал эти пакеты, и потом с этой тележкой шел в магазин. А потом Наталья умерла. И Кириллов остался совсем один. Его снова накрыло чувство тоски и тотального одиночества. Мы с ним разговаривали, и он мне говорит, я остался совершенно один. Советские дикторы целиком отдавали себя работе. Отсюда и разводы, и проблемы с детьми. Сын Валентины Леонтьевой не приехал на похороны мамы и не бывает на ее могиле. Я как человек языческого мира ощущения считаю, что человека надо сжигать. И потому что мне это понятнее. Потому что эти глупые памятники это не имеет значения. Леонтьева была дважды замужем. Но мужья жили в параллельной реальности. Теплого гнезда она не вела, дома бывало редко. Сегодня мы начинаем 22-ю передачу из цикла наших передач от всей души. Как вырос сын, всесоюзная мама и добрый друг всех трудящихся даже не заметила. В 90-е все программы с Валентиной Леонтьевой были закрыты и она дошла до такого отчаяния, что даже пригрозило руководству. Она сказала, если вы меня сократите, я вообще на этих троллейбах повешу около останки. Тетя Валя с боем отвоевала право быть ведущей хотя бы в гостях у сказки. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Я очень рада, что мы снова вместе. Но дома у нее был настоящий ад. Ссоры с сыном были просто дикими. Он был агрессивен. Закрывал, что он не имеет права выйти и что это должно быть безумно тихо, что его иногда раздражало малейшее что-то. Непонятно почему, какие-то были взрывы, злости. это было. К концу девяностых Леонтьеву перевезли к себе в Ульяновскую область с сестрой. Но несмотря на заботу близких, вид у нее был несчастный. А сыну было все равно. К маме напоханно я не поехал в силу того, что я, конечно, понимал, что там будет какая-то провокация, которую ждали местные журналюги. Потерял отношения с сыном, а потом и его самого и Игорь Кириллов. Он был с характером, он был такой упертый и несколько капризный. Я думаю, что ему много любви перепало в детстве. Но Сева поссорился с родителями, когда неожиданно решил жениться на женщине, которая была вдвое старше и имела двоих детей. Он не советовался ни с кем и еще сам был таким беспомощным в общем-то молодым совсем 18-летним мальчиком. И он ушел из дома. Отец, скрипя сердце, все же решил помочь сыну в работе. Сева запустил свой телепроект о книгах. Но быстро понял, что вторым Кирилловым ему не стать. Искусственная жизнь в телевизоре не для него. Скандалы и обиды измучили обоих. Я ушел в такой бизнес, который очень не нравился Игорю Леонидовичу. Там где-то они сафари какой-то устраивали, убивали животных, то ли они их продавали, этих животных. И Игорь Леонидович был против категорически. Сева женился второй раз. Вторую невестку Дарью Кирилловы не приняли тоже. У сына знаменитого диктора родилось четверо детей, но звездный дед не смягчился. До последнего их не признавал этих внуков. Они там, ну почему дедушка не хочет нас знать? Вот внуки говорили. Сева считал, что родители больше любят его сестру Анну. Кириллову было очень больно. И Сева очень сильно переживал по этому поводу. Очень сильно. Но никогда вид не показывал. Когда тяжело заболела мать, Сева на помощь не пришел и не приехал на похороны. Он уехал работать в Камерун и там заразился смертельной тропической болезнью. лечил его местный шаман. И сын Кириллова скончался от болевого шока. Игорь Леонидович исполнил последний долг перед сыном. Это его заслуга, что сын был доставлен из Африки, извините, в Москву, что Игорь Леонидович договорился о похоронах, о месте. Кириллов был просто раздавлен гибелью сына и до конца своих дней упрекал себя за то, что не сделал первый шаг к примирению. Я больше всего не могу просто себе простить, что я не успел с ним проститься, что я не успел ему сказать, что я его давно простил. Севу похоронили на Даниловском кладбище рядом с мамой. Кириллов хотел, чтобы все влада отпели по православной традиции, но семья сына была против. Отцу опять пришлось поступить по-своему. Он пригласил батюшку на Мадил и присутствовал при отпевании один. Это мне рассказывал Кириллов. И вот, видимо, этим он попрощался с сыном и был успокоен, что все сделано по-христиански как следует. На своем 85-летнем юбилее Игорь Леонидович все же познакомился с внуками и на душе ему стало немного легче. Там такие внуки замечательные, прелесть, и многие на Игоре Леонидовича похожи вообще. Москва, 2 ноября 2021 года. На прощании с Кирилловым его сравнили с Юрием Левитаном, еще одним голосом эпохи. Левитан был кумиром Кириллова, ведь этот голос помог одержать победу. Номинование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа. Это Левитан. Говорят о человеке, чей голос способен словно вбивать в сознание каждую строчку текста. Но этому диктору не повезло с женой, как Кириллову. Развелся с женой, она ушла к какому-то от него генералу. Дочку Наташу Юрий Левитан растил с тещей. Больше он не женился. Девочка росла капризной и неуравновешенной. И самое страшное, врачи так стали замечать за ней какие-то ненормальные поступки, и в конце концов пришли к выводу, что у девочки может быть шизофренией. Левитан устроил Наташу на хорошую работу, помогал деньгами. Она вышла замуж, и у легендарного диктора появился внук Борис. Он очень любил Борьку, он души в нем не чаял, ну, внука своего. Он, кстати, оставил ему достаточно приличное наследство. И хорошо, что Левитан не дожил до смерти дочки. Убил ее сын, который был наркоманом. Соседи, которые жили внизу, заявили, что с потолка у них который день капает кровь. Вызвали милицию и застали страшную картину. Над телом матери сидел в невменяемом состоянии внук Левитана. Почти каждый день требовал от матери деньги на ДОСу. У Наташи денег не было. И однажды, когда у Бориса случилась ломка, он взял молоток и этим молотком забил мать. В последние годы Кириллова очень огорчали несчастья его бывших коллег. Он очень любил и уважал Татьяну Судец и учил ее много лет. У диктора всегда должно быть отличное настроение. Он сказал так, у тебя профессия такая, вот, люди приходят с работы уставшие, у кого-то горе, еще что-то такое, и вдруг они видят тебя, хмурую, унылую, им еще хуже становится. А вот ты сделай так, вот, все там оставь, у тебя все хорошо, всегда. В семье телеведущей один за одним погибли несколько мужчин. Брата зарезал в коммуналке пьяный сосед, потом скончался отец, и Судец одну с двумя детьми оставил супруг. А в девяносто втором сына знаменитой телеведущей убили потом она потеряла работу и стала челночницей. Я в Зиме ездила, это ужасно все, а что делать, надо было выживать. После тяжелого развода Судец снова вышла замуж, но в девяносто пятом ее супруг скончался, много пил из-за потери работы, не выдержало сердце. Но она по-прежнему старалась держаться и улыбаться, когда ее видят люди, как учил Игорь Кириллов. Говорит Света Маргунова говорила донашиваем то, что было. Жизнь свою донашиваем теперь тоже получается. Светлана Маргунова была еще одной любимицей Игоря Кириллова. Улыбайся, мальчик, читает заслуженный артист РСФСР Евгений Петросян. И вот ее такой футбол садор, понимаете, он как бы завораживал и приносил удовольствие, радость зрителям. Но в нулевые работы у Маргуновой не было. Человек она была уже пожилой. Ходили сплетни, что диктор бьет и опустилась. Никогда такого не было. И она позволяла себе то же самое, что каждый из нас после напряженной творческой работы. Ну почему бокал вина хорошего не выпить? Ну почему? В 2020 сгорел от коронавируса 52-летний сын Маргуновой. И эта смерть ее просто раздавила. Диктор стала затворницей. Она в жуткой депрессии, да, я не знаю, как она там живет, она к телефону не подходит, тоже никого видеть не хочет. По-глупому заболел коронавирусом, сам стал лечиться, таблетки там пить, пришел домой и умер. Евгений Кочергин тоже потерял любимую дочку. Она погибла в рухнувшем лифте. Она не глянув пришла к кабине или нет, стала задом входить в лифтовую кабину и ребенка за собой тянуть. После этого я сказал, моя душа умерла с моей дочерью. Уже никакой счастливой жизни у меня не может быть. На похоронах Кириллова все искали взглядом его дочку Анну, но проститься с отцом она не приехала. Она талантливая пианистка. В 1986 году вышла замуж за оперного певца Николая Мясоедова. И в 92 уехала с мужем в Германию, а села в провинциальном городке, работает в театре, постоянно колесит по гастролям. Брак распался, детей она не родила. Но Кириллов всегда пытался показать, что у дочери все отлично. Ну, как Аня, как у нее там жизнь, да? Ну, разошлась, разошлась, но она ищет себя в музыке, она там концертмейстер, она то все, пятый, десятый. Родители были пару раз у дочери в гостях в Германии. А потом, видимо, стало тяжело ездить из-за болезни жены, и больше он туда не ездил. А Анна в Россию сама не приезжала. Слишком далеко и слишком дорого. У нее там работа была, и, видимо, и финансовые какие-то трудности были. Кириллов иногда общался с ней по скайпу, очень по ней скучал. И в эти минуты испытывал два чувства. Радость, что видит родное лицо, и боль, что Аня так далеко. Ну, это же не заменит живого общения, понимаете, обнять ребенка своего, поцеловать. Анна не приехала, когда отец тяжело заболел. И рядом была простая женщина из продуктового магазина, которая стала его второй женой. И спасла от невыносимого одиночества. Я видел очень искренних двух людей, которым очень хорошо и комфортно. Для нее это счастье было заботиться о нем. Но сначала коллеги Кириллова называли эти отношения диким мезальянсом. Нагнетали обстановку, звонили, говорили, боже, какой кошмар, надо его изолировать, он сошел с ума, да так нельзя, это какая-то вообще непонятная женщина. Но в его дом вернулись чистота и уют. В нем запахло пирогами. Кириллов называл Татьяну мой ангел. Я знала, что он как бы давно болен был раком, это я знала, что у него тяжелая болезнь, что он с ней борется, он похудел очень. И оставшись с этой болезнью один на один, Кириллов, конечно, проиграл бы борьбу за жизнь гораздо раньше. Татьяна за ним очень ухаживала. Вы знаете, папочка, сейчас мы будем пить эту таблетку, потом эту таблетку. Я просто убеждена, что ее заслуга в том, что он еще прожил столько лет. Москва, октябрь 2021 года. Врачам казалось, что им удастся вытащить Кириллова. Но после ампутации ноги он заразился ковидом. Звездный диктор верил в прививки наших ученых и съемки в рекламном ролике считал своим гражданским долгом. Если нет у вас противопоказаний медицины, непременно вакцинируйтесь. Кириллов перенес болезнь в легкой форме. Шутил, ковид меня голыми руками не возьмет. Но заразилась и жена Татьяна. Она говорит, мы болеем. Причем, говорит, он легче, а я болею тяжеловато. Сказала она. Но препараты для разжижения крови ударили по кишечнику. Открылось внутреннее кровотечение. Кириллову стало резко хуже. Главный диктор страны ушел в мир иной 30 октября 2021 года. Он просто уснул и не проснулся. У него организм был уже настолько ослаблен. Ему было 89 лет, 90-й год шел. У него в жизни было так много всяких ударов судьбы, что он пришел уже все, организм выработал свой ресурс. Траурная церемония завершилась лунной сонатой и словами, которые тронули всех, кто был в тот день на Новодевичьем кладбище. Давайте вспомним его, немного помолчим и пусть внутри нас звучит его голос. Дорогие зрители, хочу пожелать вам прежде всего доброго здоровья и главное благоденствия, чтобы у вас были успехи и в ваших делах, и в вашей личной жизни, и большого-большого человеческого счастья. КОНЕЦ